Не ходи по косогуру, сапоги стопчешь, Козьма Крутков. Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим один из вариантов дебюта обратный тычок, в котором белые проигрывают уже после своего пятого хода. Дебют обратный тычок обычно возникает после ходов CB4, и черные играют либо FG5, либо Fe5. И в этой позиции белые играют либо B5, либо BC3, а черные ставят так называемый тычок. Вот эта шашка, когда нет белой шашки на поле H4, называется тычок. И в этой позиции у белых есть несколько вариантов игры. После B5 черные занимают центр, белые его окружают с примерно равной игрой. После хода CD4, возможно, острая игра с шансами за обе стороны. После хода CB2, ну это, наверное, сильнейший ход в этой позиции, возникает примерно равная позиция с интересной игрой. После хода FG3, черные играют EF6, размениваются затем, и здесь уже наоборот, белые занимают центр, черные его окружают. Ну и, друзья, в этой позиции белые иногда делают ход AB2. В основном делают это новички в шашках, или стоклеточники, которые не знают теорию русских шашек. Этот ход очень плохой и неминуемо ведет к поражению белых. Как это происходит? Черные точно играют BA5, и в этой позиции у белых есть три варианта. Либо BC5, либо DE3, либо FE3. Рассмотрим все три варианта. После BC5, отличный ход предложил ленинградский игросмейстер Виктор Сергеевич Литвинович. То есть, в этой позиции черная игра от GH6. Внешне корявый ход, но на самом деле он самый сильный. То есть, в чем идея этого хода? На ход FG3 мы играем CB6, отдали одну шашку, забрали две. То есть, с лишней шашкой черные побеждают. На ход FG3 мы также играем CB6 и также остаемся с лишней шашкой. То есть, будь шашка черных на поле F6, этого маневра бы уже не получилось. Но после того, как черные сыграли G6, а белые сыграют FE3, черные играют CB6. И вот таким хитрым маневром побеждают шашку. И должны победить в партии. Обратите внимание, что в этой позиции ход белых CD4 также невозможен, потому что черные проводят комбинацию. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти ее за черных. Она стандартная. Черные играют FE3, затем HG5, затем RG7, пропускают белых в дамки. Но дамка белых тут же ловится. И несмотря на то, что у черных не достает одной шашки, все-таки дамка в позициях такого типа стоит как минимум 3 шашки. Поэтому на самом деле у черных здесь лишняя шашка, и они должны победить. В этой позиции у белых остался единственный ход AB4. Ну тогда черные выжидают HG7. Ну и на ход BA3 играют GF6. В этой позиции обратите внимание, что нельзя меняться таким образом, потому что черные отдают 2 шашки и попадают на придамочное поле с выигрышем. Нападение на шашку также невозможно. На FE3 играем CB6, а на FG3, FG7, ну и остаемся с лишней шашкой. Поэтому у белых остается единственный ход CB2. Тогда играем FG3. У белых снова единственный ход FE3. Ну и в этой позиции черные играют CD6, фиксируя слабость левого фланга белых. Белым надо играть GF2 или EF2, без разницы. Ну ED4 нельзя из-за простого FG3. И черные попадут в дамки GF2. Теперь играем FG7. Ну и на последний ход оставшиеся FG3 черные играют GH4 и проводят небольшую, но симпатичную комбинацию. Как бы белые не били, они проигрывают. То есть если белые бьют в эту сторону, мы остаемся с лишней шашкой. Шашка на придамочном поле, черные здесь легко побеждают. Если же белые бьют в эту сторону, тогда бьем на F2. Ну и после размена бьем на поле F4. Белые бьют на C7. Мы выбиваем шашку C3 и форсировано попадаем в дамки с выигрышем. Теперь, друзья, рассмотрим ход DE3. То есть в этой позиции однажды против меня один из бразильских любителей играли в бразильские шашки. Он разменялся подобным образом. Я сыграл CD6 и затем DE5. Получил перспективную позицию и выиграл. Но все-таки этот ход может привести лишь к ничьей. То есть после CD6 белые играют ED2 и получают шансы на ничью. Более точный ход в этой позиции именно GF6. Ну и теперь, если белые играют BC5, сильнейший ход, то черные занимают пункт E5. И как видите, друзья, белым надо размениваться. То есть у них нет ходов FG3, потому что черные проводят комбинацию. То есть отдают одну шашку, затем вторую, и забирают 4 шашки с выигрышем. На HG3 также последует комбинация. То есть отдаем одну шашку, затем вторую, и забираем 3 шашки. С лишней шашки черные легко побеждают. Поэтому в этой позиции белым надо размениваться. Вот таким образом. Черные играют HG7. Вы видите, хода CD4 нет из-за того, что черные выиграют шашку элементарно. Поэтому белые играют F3. Хотят укрепиться в центре. Но черные играют GF6. И, друзья, видите, в этой позиции ход CD4 снова невозможен, потому что черные снова проводят комбинацию. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти ее. Черные играют FG5. Затем FG7. То есть эту комбинацию мы уже видели. Пропускают белых дамки, затем ловят дамку белых и побеждают. Поэтому в этой позиции белая играют GH2, готовя упор для размена. Черные снова занимают пункт E5. И, видите, не дают белым развить их левый фланг. Так, белым надо размениваться. Единственный ход. То есть такой ход снова невозможен. Снова черные проводят комбинацию. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти ее. Стандартная комбинация. Вы ее уже видели. Отдали одну, затем вторую. Ну и в какую бы сторону белые не били, черные остаются с двумя лишними шашками. Поэтому в этой позиции у белых единственный ход. Только меняться. Теперь черным надо сделать точный ход EF6. Только он ведет к победе. Ну и, друзья, снова видите CD4 опять нету. Потому что черные выиграют шашку. Остается два хода. Либо ED2, либо EF2. Если белые играют ED2, то тогда черные играют BC7. Ну и на любой ход они выигрывают. То есть есть только два хода. На CD4 мы играем AB4 и остаемся с лишней шашкой. А если белые играют DE3, то черные проводят вот такой ударчик. Отдаем одну, затем вторую. Забираем 3 и легко выигрываем. Если же белые вместо ED2 играют EF2, тогда уже здесь играем DC7. Снова CD4 нет и за AB4. А на ход, допустим, FE3 черные в третий раз занимают победный пункт E5 и здесь уже выигрывают. То есть надо нападать, другого нет. Ну и здесь, в принципе, можно просто идти в дамки. То есть на такой ход идем. Обе стороны проводят свои дамки, но здесь черные побеждают во всех вариантах. То есть на такой ход уже можно пожертвовать дамку и белым некуда ходить. Если же белые сами жертвуют шашку и пытаются прорваться в дамки, то просто ждем. То есть, видите, дамку сюда нельзя ставить. Она тут же ловится. Если белые ставят дамку сюда, то просто выжидаем, затем жертвуем дамку и побеждаем таким образом. Если белые будут играть AB4, ну просто выжидаем таким образом. Снова дамку нельзя ставить. Надо снова куда-то ходить. Ну и снова выжидаем. И белым остается только сдаться в этой позиции. Если же белые здесь жертвуют шашку, то просто бьем на поле, ну допустим, на поле B6, ну и легко выигрываем. То есть на любой ход черные побеждают дамку. Если белые ставят на F8, тогда она ловится тут же. А если на H8, скромно играем Bc5 и следующим ходом ловим дамку. Если же белые уходят сюда, тогда ловим таким образом. С выигрышем. Ну и последний вариант, который нас интересует, это ход Fe3. Теперь черные играют G6 и снова занимают пункт F4. Белые играют GF2, в черные HG7. Ну и на второе нападение лучше не играть GF6, лучше сыграть GF6. И теперь черные должны победить. То есть на ход Bc5 играем именно EF6. Видите, CD4 снова нельзя играть, потому что просто шашка проигрывается. DE3 нельзя играть из-за комбинации. То есть отдаем одну шашку, затем вторую. забираем 3 и выигрываем. На ход HG3 такой размен просто играем Fe5. Ну и у белых опять нет такого хода, потому что черные проводят такую комбинацию и побеждают. Поэтому у белых остается единственный ход EF2. Тогда мы играем Fe5. Ну и у белых снова единственный ход DE3. То есть на такой ход уже идет комбинация. Отдаем одну, затем вторую и бьем на поле F2. Поэтому остается играть только EF2. Теперь черные играют в этой позиции DE7. Ну и здесь если белые играют EF4, черные занимают пункт F4. Видите, окружили полностью центр белых. Ну и тут все быстро заканчивается. Например, CD2 FG7 и на нападение просто размениваемся вперед и позиция быстро зажимается. То есть белым просто некуда ходить банально. Если же белые здесь играют ED2, куда еще ходить? Тогда просто нападаем CB6. Надо закрываться. Ну и черные здесь также закрываются ходом EF6 и легко побеждают. То есть на любой ход черные грозят отдать две шашки затем побить две ну и прорваться в дамки. То есть такая идея. Поэтому у белых остается единственный ход AB4, но черные здесь проводят другую комбинацию. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти ее. Она не сложная, но симпатичная. Играем FG5 надо бить. Затем подрываем пункт C3 и как говорится загребущими руками снимаем четыре шашки соперника с выигрышем. Друзья, если вам понравилось данное видео, пожалуйста, поставьте большой палец вверх, подписывайтесь на канал, поддержите мое творчество. Пишите комментарии, задавайте вопросы, если что-либо не ясно, отвечу на все вопросы. Друзья, еще раз призываю, давайте воевать только на шахматной доске. Играйте много, играйте честно. До свидания, друзья, увидимся на шашечных баталиях. субтитры субтитры субтитры